Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о празднике Пурим, а еще точнее поговорим о сути понятия, что такое эстер, кто такая эстер и что она, что стоит за всей этой историей с эстер. Начнем с того, что наши мудрецы говорят, что Пурим это самый главный праздник в иудаизме. Я знаю, что мы этого не чувствуем, мы этого всего не видим. Нам это кажется немножко странным, потому что мы привыкли, наверное, самый главный праздник это Йом-Кипур или Новый год, Рожжа-Шана и так далее. Шаббат, да, верно. Но мудрецы наши говорят, что он находится в мидраже Мишлей Порошат Тет. Мишлей, когда придет. Мишлей, что? Машер, когда придет. Машер, когда придет. Так, и что это значит? Вот, и останется Пурим. Да, 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 верно, верно. Да, и вот он говорит, в этом мидраше сказано, что в будущем все праздники будут упразднены, если можно сказать такой каламбур. Праздник будет упразднен. Все праздники, кроме Пурима. Есть мнение, что будет так же Йом-Кипур, но есть мнение, что так будет Ханукан, но в этих мнениях есть разногласия. А вот по отношению к Пуриму все согласны, что Пурим никогда не будет отменен, а все остальные праздники будут отменены. И точно так же говорят наши мудрецы, что все книги Торы, то есть все книги Танаха, кроме Пятикнижния, все будут отменены, кроме Мегилат Истер. И это немножко странно, мы этого не чувствуем, такой, какой-то особой святости, чего-то особенного такого именно в Мегилат Истер. Мы, наверное, это почувствовали в других книгах, там, в Пророках, там, в Широширим, в Юшуа, там, Шмуэль или Тейлим, а вдруг говорят, нет, все они будут упразднены, кроме Мегилат Истер. И мы не понимаем, почему именно Мегилат Истер, почему именно Пурим самый главный праздник. Но знаете, что это так, об этом сказано в книге Росисея Лайла, то есть этот мудрец, которого зовут Абсадук Мелюблин, говорит, что если сравнивать Пурим с Йом-Кипур, то Йом-Кипур намного меньше, чем Пурим. Почему? Потому что сравнивают, почему называется Кипур, потому что он похож на Пурим, а Ке-Пипур, да, Ке-Пурим, Ке-Пурим, Йом-Кипурим, как Пурим, да, и что, оказывается, что Пурим намного более, там, проявление Творца, и его милость намного больше проявляется именно в Пурим, чем в Йом-Кипур. Он сравнивает эти два праздника. И поэтому, конечно, мы задаем этот вопрос, почему именно Пурим, это первое, а второе, почему мы этого не чувствуем, почему нам этого никто не сказал до Пурима, как бы, да, в течение всего года мы, наоборот, чувствуем святость особенную именно в другие дни, а не в Пурим. И вот для того, чтобы это все объяснить, нужно понять, что в иудаизме есть такая идея о том, что Всевышний проявляется в нашем мире в мужском и в женском начале. Мы привыкли, что обращаться к Творцу в мужском роде. Мы его называем Богом. Он наш, он наш, он такой-то, да, он муж, отец наш небесный, да, как бы. Но на самом деле Всевышний, вы же понимаете, он никакой не отец, такой же, как он никакой не мать. Значит, он не какой-то там, у него нет пола. А в чем же имеется вид, а мудрецы наши говорят, что точно так же, как он наш отец, так же он наш мать. То есть, она наша мать, Бог, наша мама. А что это значит, что у него есть женский и мужской аспект проявления? Что это значит, что стоит за этим? А на самом деле, женское и мужское в нашем мире, это больше проявление двух главных, как бы, наверное, начал. Первое начало идет речь о том, что человек должен развиваться, прогрессировать. А второе начало в том, что у него есть совершенство, суть, так как он есть сам по себе. Ничего не нужно изменять в нем. На что это похоже? Это похоже на отношение отца к своему сыну, который говорит, продвигайся, учись, делай там какие-то упражнения, школьные уроки, становись лучше и так далее. Ты станешь, в конечном итоге, будет из себя, выйдет человек. Слышали такое, наверное, да, люди говорят, я сделаю из себя человека. Ты из себя выйдет какой-то человек. А если ты не будешь работать, там не будешь делать домашнее задание и так далее. Так что будет из себя, там ты будешь работать на мусор, да, мусорщиком, уборщиком будешь. Это так вот всех нас пугает. А что мама говорит? Я тебя люблю, ты хороший мальчик. А, вот ты не сделал домашнее задание. Да, это, конечно, плохо, это, конечно, нужно, но мама любит тебя, каким бы ты ни был, кем бы ты ни был. Даже если он будет там вором, убийцей, не знаю кем, мама его будет любить беззаветно и так. То есть, это есть, как бы, такой аспект безусловной любви, без причины безусловной любви. Любви по сути твоей, каков ты есть, неважно, кем бы ты ни был. Творец нас любит бесплатно, задаром, как бы, каким бы мы ни были. Но, конечно же, так же он хочет, чтобы мы развивались и мы прогрессировали. И вот этот аспект желания, чтобы мы развивались и были праведниками, были хорошими, были настоящими людьми, этот аспект, как бы, требования к нам, он является мужским началом. А аспект того, что он нас любит, какими бы ни были, какими мы есть, это женское начало. Это как бы Дина Хессет получил? Да, да, верно, верно. Это как Медата Хессет, Медата Дин, или, там, как, Аба Ваима. Так оно и называется, кстати, в нашей, как бы, в каббалистической литературе, так и называется. Аба Ваима, Мама, Папа. И поэтому наш, там, пророк говорит о Творце в женском роде и называет его Ваима. Ки-иша шер имоты на хамену кена, но хиа на хамхэм вебишам. И так далее, да, и то есть это, это посук в книге Ишаяу. То есть, как Всевышний, он как наша мама. Да, верно, а вот в Широ Шерим, наоборот, в Широ Шерим, наоборот, в Широ Шерим, Всевышний, представляется, как бы, как бы, да, его, как муж, как, как жених, да. А Кнезис Раэль, мы, как бы, невеста, да, но, но, есть разные, да, как бы, такие, описания этих наших отношений. Но очень редко можно найти описание в качестве, как бы, женское, женский аспект Творца. Да, есть, он существует, но очень редко. А почему? Да, да, очень хороший вопрос. Дело в том, что если мы будем подчеркивать женское проявление Творца, то есть, как наша мама, тогда это может нас очень сильно ослабить. Это, как бы, говорит, ну, отчего мне работать над собой, почему мне что-то делать, почему мне изменяться, почему мне что-то... Меня и так Бог любит, мне и так хорошо. А мы же часто говорим, что женщины, наоборот, борются на духовном уровне, ну, повыше даже, чем... Да, верно. В этом смысле это имеется, вот это вот, выше. То есть, как рассказывают, объясняют мудрецы, почему Эстер в книге, в Магиладе Эстер, она... она сохраняла в тайне то, что она еврейка. Помните, да, это то, что Мурдыха ей говорит, ты никому не рассказываешь, что ты еврейка. А почему это она сохраняла в тайне? Они объясняют наш метраж, да, объясняют метраж в книге Илхут Чимони, об Эстер, там сказано, что она это сделала для того, чтобы евреи не подумали, «Ах, царица же, это наша соотечественница, царица же, она же сама еврейка, она не позволит, чтобы нас уничтожали, и поэтому они бы продолжали жить, как жили раньше». То есть, поэтому для того, чтобы евреи работали над собой, развивались, она сохранила, Мурдыха ей сказал ей, сохранить это в тайне, что она еврейка. Чтобы они на нее не уповали, чтобы они не на нее надеялись, а на себя. И вот эта ситуация, когда она скрывает свое еврейство, точно так же Всевышний скрывает свою женственность, чтобы евреи на него не полагались, чтобы они не говорили, «Ну, и так будет хорошо, это Бог же наш, наша мама». А мы должны это раскрывать или нет? Что, что? Да, хороший вопрос. А вот мы сейчас вам, я приходил, и все вам рассказываем здесь, это такую большую тайну, и это верно, это хороший вопрос. Но дело в том, что люди часто забывают то, что они слышат. Поэтому мы надеемся, что вы все это забудете сразу же после того, как я этот урок расскажу вам, и все это уйдет. Но имеется в виду, что на самом-то деле, это я полушутку говорю вам, а на самом-то деле вопрос здесь стоит, что мы подчеркиваем в нашем обиходе, в нашей повседневной жизни. Мы подчеркиваем наше стремление развиваться, или мы подчеркиваем нашу работу над собой, то есть требование к нам становиться лучше, или мы подчеркиваем нашу любовь к Творца без всяких… Это так трудно говорить по-русски, я все время в окно, извините. Или мы подчеркиваем любовь по сути. Понятно, правда, да? И этот вопрос здесь больше в педагогике, чем в… Что мы обычно говорим друг другу? Подходим. Как? Подходим. Да, в педагогике, как мы обучаем наших детей, чему мы им говорим? Мы им говорим, что и так будет все хорошо, или мы говорим, нет, ты старайся становиться, будь праведником, изменяй себя, работай над собой. Вот это мы подчеркиваем. А не и так все хорошо. Но мы должны знать, хотя бы раз в году, что и так все будет хорошо. То есть это существует, но это мы затемняем, мы это как бы затушевываем, мы не подчеркиваем это, вот этот аспект. И все наши праздники, и все митцвод, которые мы делаем, и всю работу над собой, что мы делаем в исправлении своего характера, в исправлении своих деяний, поступков, все это как бы является мужским началом. То есть почему мы празднуем праздник Песах? Мы хотим, чтобы повлиять на еврейский народ, повлиять на нас идею свободы. Почему мы празднуем, скажем, праздник Суккот? Мы хотим повлиять на еврейский народ идею святости в природе. Почему мы празднуем, скажем, там, Роша Шана? Мы хотим повлиять на еврейский народ, чтобы они помнили, что есть ответственность за свои деяния. Это Йом-один, то есть День Суда. Есть ответственность за то, что ты делаешь. И вот для того, чтобы эти идеи повлиять на народ, для этого существуют эти праздники. А вот если мы эти все идеи уже впитали в себя, и мы уже живем по ним, по-настоящему, то и не нужны тогда и праздники. И поэтому говорят мудрецы, что в будущем эти праздники будут отменены. Не будет ни Роша-шана, ни Йом-ки-пур, ни Сухот, ни Песах, ничего этого всего не будет. И то же самое с Митсвот. Митсвот, они оставляют какой-то определенный отпечаток на нашей душе. И вот для этого они и существуют. Мы не живем для того, чтобы исполнять Митсвот. Митсвот не является самоцелью, а является инструментом, действием, при помощи которого мы достигаем определенную цель. А какова же цель? А цель это то, что эти Митсвот оставляют на нашу, тут тот отпечаток, который они оставляют на нашу душу. Например, есть Митсва, допустим, помочь человеку в беде, то это нас делает лучше, как люди, более отзывчивы к другому человеку. То есть цель наша отзывчивость, а не сделать ему добро. А сделать ему добро – это проявление этой отзывчивости. Точно так же, как мы накладываем тфелин. Тфелин. Зачем? Мы хотим, чтобы тфелин оставили отпечаток нашей душе, что мы вышли из Египта, что мы помнили, что мы не живем здесь и сейчас, а наше сознание, оно как бы трансформируется на сознание вне времени, которое включает в себя выход из Египта. Это не тогда они, 3000 летом назад, вышли из Египта, а это мы, я сейчас, я выхожу из Египта. И вот для того, чтобы я это понял, знал, а это находится, это записано на этих тфелин. То есть я, когда исполняю заповеди, они оставляют на моей душе определенный отпечаток. Но цель – не заповедь, а отпечаток. Когда у меня будет осознание того, что я не тот, кто сидит здесь и сейчас, а мое сознание, как бы, есть такое понятие диффузия в химии и так далее, да, диффузия. То есть когда есть диффузия моего сознания, это имеется в виду распространение, когда я себя идентифицирую с всеми поколениями. Вот это и есть та цель для того, чтобы мы, почему мы надеваем тфелин. И когда я достигаю этого, то мне тогда тфелины не нужны. И поэтому сказано в трактате Гетин на 60-й странице, что в будущем все митцвот будут отменены. Почему? Мы что, начнем нарушать субботу и кушать некошерность в будущем? Нет, это станет частью нас. То есть все направлено, вот это и есть мужское начало, проявление Творца. Он нам дает активно, дает нам митцвот, ведет нас, как бы руководит нами. Вот это и есть мужское начало, проявление Творца. Поэтому весь иудаизм, он именно построен на мужском. И поэтому мы называем Всевышнего мужским именем, Бог. Он нас там, Акадош, Барух, Ху, Всевышний, будь он благословлен. Но какова же конечная цель иудаизма? К чему мы в конечном итоге стремимся? Для чего мы хотим быть хорошими людьми? Почему мы хотим иметь как бы свою трансформацию своего сознания на все поколения? И быть людьми, у которых есть свобода в душе своей и так далее, так далее, так далее. Для чего нам это в конечном итоге все нужно? Какова конечная цель всех митцвот и всех влияния на нас? А главная идея в том, чтобы мы воспринимали мир как одно большое единство. Чтобы мы научились выходить за рамки своего Я. То есть у каждого нормального человека он себя отождествляет с самим собой. А цель наша в этом мире – научить отождествлять себя со всем сущим. И вот этот переход, вот эта метаморфоза из моего Я в мою сущность, которая включает в себя и вас, и всех людей в мире, всех животных, облака, все творение. Как я себя могу отождествить с самими? Это просто нереально, это почти невозможно дойти до такого. Но мы начинаем этот первый шаг, выход из самого себя тем, что мы вдруг научились давать милостыню кому-то. То есть ты выходишь за рамки самого себя, и на какой-то там, на 10 копеек, ты научился заботиться так же и о нем. И ты даешь ему милостыню. Ты видишь осла своего врага, который упал под ножей, и ты идешь и врагу своему помогаешь. То есть он уже перестает быть твоим врагом. Ты выходишь за рамки самого себя, и ты начинаешь отождествлять себя так же и с ним. И, наверное, наивысший факт такого соединения с кем-то иным, это и есть, эта вещь называется любовь. Это когда мы любим свою жену. То есть с ней мы можем действительно выйти за рамки самого себя и возлюбить ближнего своего как самого себя через нее. И чем больше людей входит в понятие «я», мое «я», тем человек на более высоком уровне духовном. То есть духовность человека не меряется, сколько книжек он прочитал. А насколько, как сказать по-русски, «ихпатли мимха». Как это сказать? Волнует. Да, насколько тебя волнует другой человек. Вот это мерило праведности. Насколько ты себя «ихпатли хамя» перед другими людьми. Получается, какое-то сопереживание. О, сопереживание. Насколько ты… Как? Сопереживание. Эмпатия еще есть. Как? Эмпатия. Эмпатия, да, да, да. Но эмпатия – это немножко такое, как бы, как сказать, это такое ощущение немножко вялое такое. Ну да, эмпатия, у меня тебя… То есть, это место другого. А тут, да, но это просто эмпатия. А тут имеется в виду не эмпатия, а тут имеется в виду отождествление. Понимаете, это намного сильнее, чем эмпатия. Тут ты себя отождествляешь с ней. И это реально. Со всеми людьми это почти нереально, но с ней реально. И, в принципе, для этого и существует все митсвоты. Чтобы тебя, как бы, освободить из той тюрьмы, которая называется ты сам. Чтобы ты вышел, как бы, из этого. Да, вот если ты выходишь из этого, тогда это и есть цель всего творения. Научить меня отождествовать себя со всем. Да, 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 это и есть эта идея. Верно. Теперь, когда мы это понимаем, то мы видим, когда мы берем это как параметр ценности человека, то мы видим, что женщины находятся на уровне духовном, намного выше, чем мужчины. Почему? Потому что у женщины заложено в ней с самого начала эта способность отождествовать себя с другим человеком. И кто это другой человек? Это ее ребенок. То есть, даже если она полная эгоистка и полная мизантропка, тем не менее, своего ребенка, даже если она его ребенка не любит, то хотя бы своего зародыша в ней она себя с ним отождествляет. У нее есть четыре глаза, у нее есть четыре уха, у нее есть четыре руки, потому что тот, кто находится внутри ее самой. Другой человек внутри ее самой. Вот для такого уровня ни один мужчина не может подняться. он может любить, жизнь свою отдавать за другого, но тем не менее, он себя не может сказать, я есть он. Понимаете, это только ты можешь сделать в голове своей, ты не можешь это сделать внутром своим, а она может. И вот в этом отношении женщина на много более высоком уровне, чем мужчина, и поэтому ей не нужно соблюдать все эти заповеди, потому что заповеди направлены на то, чтобы тебя привести к этому, а она уже там. И поэтому большинство заповедей, которые есть в Торе, женщина не должна исполнять, она ей не обязательно это исполняет. А мужчина должен. Да, кто-то что-то хотел сказать? Так, когда мы это понимаем, то мы видим, что какую-то странную вещь, если женщина на настолько высоком уровне. Почему же мы видим, что в иудаизме, и не только в иудаизме, и во всем человечестве, и во всей природе, мужское начало, оно доминирует. Мы это видим ясно, однозначно. Женщина в иудаизме не может быть коин, то есть работает в храме, не может быть судьей, не может быть там раввином, да, или там даяном, и так далее, и так далее, и так далее. Всего этого нет. Мы видим, что в иудаизме мужское начало явно преобладает над женским. Почему? А это происходит потому, что... Это один аспект. А второй аспект, это не потому, что там мужчины, они шовинисты, и они захватили, потому что они физически сильнее женщин, они захватили власть в этом мире, и просто не дают женщинам прорваться наверх. То есть на самом деле это как бы такой шовинизм, но это не так. Мы это видим, что существует преобладание мужчин мужского над женским, также и в природе. Мы видим, что это не просто там у льва есть грива, а у львицы нет. Это не просто там, что у... Как по-русски называется этот птица с таким... Павлин? Павлин, да, павлин. Мы видим, у павлина есть такой большой хвост, а у самки нет такого хвоста. То есть это же не кто-то там, мужчины решили так действовать. И так мы видим это во всей природе. Во всем. Мужское сильнее, чем женское. Не только физически, но и в красоте, и в уме. Мы видим, что большинство там людей, там, науки, философов, там, писателей, художников, музыкантов, во всех областях. Мужчины давляют, но не потому, что это... Потому что они там... Не было им эмансипации. И уже в наши дни, уже когда нет... Когда уже феминизм развит, в максимум своими не дают, там ничего... Тем не менее, мы видим, что там 90% лауреатов Нобелевской премии сегодня мужчины, не женщины. 10% женщин. Это не потому, что им кто-то там не дает прорваться вперед. Если сегодня девушка приходит, хочет изучать физику в университете, и они не скажут, уходи здесь девушкам, там, женщинам не место. но факт, что они не... Все эти факультеты, это мужские факультеты, нет женщин почти. То есть, это не только физически, но и умственно, и во всех областях у мужчин есть приоритет приоритет над женщинами. Это получается, что у женщины другие задачи? Да. А почему же, если у нее, если она как бы намного более в высоком духовном уровне, почему же тогда мы видим, что и в природе, и в иудаизме у мужчин есть прерогатива, приоритет. При... Приоритет. Приоритет. Да. А это потому, что этот мир существует именно для самого, самой идеи прогресса. потому, что здесь цель всего это не находиться на уровне совершенства, как женщина находится на этом уровне совершенства, а на уровне совершенствования. Потому, что женщина представляет собой как бы идею совершенства. У нее уже внутри ребенок. а мужчина совершенствованье. А почему наш мир такой, как совершенствование, а не совершенство? А это потому, что в самом начале Всевышний сотворил этот мир именно на уровне совершенном. И то, что мы называем рай, Ганеден, если вы помните, там история с Адамом и Хавой, то вы, наверное, обратили внимание, что главным действующим лицом во всей этой истории с грехом, грехопадением человека, главным действующим лицом там была именно женщина, Хава, а не мужчина, не Адам. Как мы это видим? Ну, во-первых, мы это видим в том, что она сорвала плод с дерева и она дала мужу своему. И в то есть сказано который при ней. Помните это добавочные такие слова? То есть это описывается как главным действующим лицом, поэтому и змей к ней обратился, она командир. И так же, когда Всевышний спрашивает человека, а почему ты согрешил? А он что ему отвечает? Вы помните? Женщина мне дала. Вы понимаете, что это ответ болвана? Как бы ответственность на это. Ну, быть такого не может. Первый человек это высочайший ум, наивысший ум, он намного более находится на более высоком уровне, чем Мошер Рабейну. И он скажет такое слово, скажет, а женщина мне дала. Видите, это какой-то дурак. Когда его эти слова будут словами не дурака? Когда она действительно является его руководителем? Представьте себе, какой-нибудь полковник завел свою полку в минное поле. Его спрашивают, а почему? Почему ты это сделал? Он говорит, ну, мне так там Света сказала так сделать. то или этот полковник идиот, или же Света она генерал. И это то, что произошло. Это действительно Адам отвечает серьезный ответ Всевышнему. Он с ним не играется, он не говорит, ну, что я мог сказать, она мне сказала, мы сделаем. нет, это серьезный ответ. И когда Всевышний проклинает Хаву, дает ей наказание, в чем заключается ее наказание, вы помните? Да. Что? В муках рожать да. дальше? Будешь в муках рожать. Лечение будет твое к мужу, а муж будет главенствовать над тобой. Да, он будет главенствовать тобой править. А если и так и раньше он не правил, то в чем же это наказание? Значит, не правил, верно. А кто правил? Она правила. Это также объясняет то, что я сказал, это объясняется в книге Рабейну Бахаей, и также Ран говорит, это то, что я сказал, что она раньше правила, а потом он стал ей править. Это было ей наказание. Теперь мы воспринимаем это как что значит наказание? А, плохо сейчас ты получишь, сейчас он тебе отдаст, ты получишь над собой хозяина. То есть это детское восприятие этих слов Творца. А можно их воспринять на более глубоком уровне и понять, что если раньше было божественное провидение находилось на женском уровне, то есть главное было в этом мире это совершенство, то сейчас станет главным проявлением Творца в этом мире совершенствование. И вот это называется муж, мужчина, мужское начало. И оно будет над тобой главенствовать. и поэтому весь животный мир и мужский и человеческий мир и даже растения они находятся на таком состоянии, когда мужское главенствующее. Теперь когда же но есть такие моменты в истории когда вот это совершенствование которое выражается в исполнении заповедей во всех праздниках, то есть это то, что мы называем Бога мужским началом. Вот эта вещь, то есть вот эта тенденция предполагает существование некоторого греха. или некоторой ущербности. Потому что для того, чтобы совершенствоваться, для этого должно быть какое-то, что что-то тебе здесь не хватает, чего-то здесь нет, что-то здесь недостаточно идеальное. то есть для того, чтобы была возможность развития, чего-то должно не хватать. То есть вот это мужское проявление Творца в мире включает в себя также грех. то есть что-то, что оно неидеальное. И вот это вот неидеальное выражается в Амане, в Гитлере, в Арафате. То есть Амалек. Амалек, да, то есть такая сила, которая проявляет несовершенство. И вот эта сила настолько мощная, что она может привести весь мир к его уничтожению. И вот на этом уровне мы находились, когда Аман вошел как бы он стал первым министром. Когда он получил власть, вот эта вот греховность, отсутствие, ущербность этого мира вдруг получила власть. И оно поставило под угрозу существование всего еврейского народа, а вместе с ним существование всего мира. Что, да, то же самое, та же идея. И вот в этот момент для того, чтобы спасти этот мир, впервые в истории произошло изменение божественного руководства этого мира с мужского на женское. то есть первый раз с того момента, когда были мы изгнаны из сада райского, Всевышний изменил свое проявление. И он стал проявляться не как мужчина, а как женщина. И это выражается в стихе в Магилат Эстер, который называется Ветильбаш Эстер Малхут. И вот тогда Эстер надела на себя царские одежды. То есть начала то есть спасение еврейского народа пришло именно из этой из этого женского аспекта проявления Творца. И вот это и есть праздник Пурим. Вот это и суть Пурима. И поэтому Пурим никогда не отменится. Потому что он именно соответствует той тенденции, к которой мы должны прийти в будущем. и поэтому он не может быть отменен. Теперь для того чтобы это объяснить вам я хочу то что я сейчас вам сказал я хочу вам это продемонстрировать на тексте Торы и гоморы и так далее мудрецов это показать где-то внутри написано то что я вам сказал но это трудно немножко понять потому что для этого нужно знать хорошо иврит но я попытаюсь сделать маленький урок иврита на духовном уровне и так далее я с Божьей помощью думаю что вы поймете что я имею ввиду есть такая есть трактат Хулин из в гоморе в которой спрашивают наши мудрецы откуда мы знаем что определенные вещи в Торе извините которые определенные вещи в иудаизме происходят из самой Торы ну вот например там откуда мы знаем что допустим там идею Эрувин это такая вещь которую сделали мудрецы откуда она проходит из Торы где находятся корни этого и дается там ответ этот вопрос то есть Эрувин Мина Тора Минаин да это так звучит откуда мы видим в Торе эту идею в пяти книжья эту идею и вот спрашивают например где мы видим в Торе упоминание Моше если бы нас спросили вопрос что бы мы ответили ну понятно там то есть это тысячу раз сказано там слово Моше в Торе но ответ там не такой ответ где упомянут Моше до того как он родился и точно такой же вопрос задается по отношению к Эстер откуда мы знаем что Эстер упомянута Торы в Торе Эстер Мина Тора Минаин да понятный вопрос откуда мы видим что Эстер которая жила там тысячу лет после дарования Торы где она упомянута в пяти книжи этот вопрос задается в трактате Хулин отвечает Гмара отвечает Гмара это сказано то есть такой послуг который говорит ВАНОХИ АСТЕР АСТИР ПАНАЙ А я сокрою свое лицо от вас вот слово сокрою это сказано слово АСТЕР АСТИР теперь обратите внимание на этот пасук на стих сейчас мы спросили откуда мы видим что ЭСТЕР сокрытие истории а ответ Я являюсь ЭСТЕР ВАНОХИ АСТЕР АСТИР то есть Я себя сокрою то есть что из этого получается что Всевышний говорит о себе Я есть ЭСТЕР ВАНОХИ АСТЕР АСТИР то есть мы понимаем что здесь намек на то что когда сказано что ЭСТЕР была в случае слова ЭСТЕР она и это же не просто ее там имя ЭСТЕР это это там КАКАКИ там можно сказать как Лена или Света а это смысл имеет свое слово это ЭСТЕР а что каков же смысл скрытость скромность спрятанность и вот в этом отношении как бы здесь называется слово Мегила ЭСТЕР слово Мегила это переводится на русский язык свиток но его можно перевести так же не только как свиток а так же как раскрытие как мы раскрываем свиток Мегила открытие мы раскрываем эту скрытость Мегилат ЭСТЕР вот она здесь в Пурим проявляется в своей мощи и поэтому если вы кто уже был в Израиле на Пурим знает об этом кто нет еще вы увидите что этот характер этого праздника очень сильно отличается от всех праздников в юдаизме он отличается тем что его как бы как бы характер праздника он женский а не мужской потому что в этот день в Пурим не дается пожертвования цдаку не дают цдаку в Пурим это единственный день в году когда не дается цдаку почему потому что дается подарки понимаете слово цдака это значит положено тебе ты обязан дать цдаку в юдаизме пожертвования это недоборовольное действие а ты обязан дать цдаку при каких-то условиях в каких-то смотря кому и как и что но в принципе человек обязан а в Пурим он не обязан он дает от всего сердца бесплатно и так да он дает матанотлай в юним то есть подарки бедным и говорят любой человек кто тебе попросит дай им в Пурим знаете это не мужской подход это единственное место в Торе где сказано в в Писании где сказано слово свет в женском роде ора то есть им был не свет а света в этот день и так же Пурим это единственный день когда мы не знаем точно когда он то есть мы не знаем точно но когда мы спрашиваем например в какой день допустим Песах мы знаем это 15 числа Ниссана а какой день там Йом-Кипур это вот 10 Тишре а в какой день Пурим какой ответ смотри смотря смотря как где ты находишься смотря это чисто женский ответ такой да нет однозначный а смотря если ты в Иерусалиме или в Хевроне то это будет 15 если ты будешь там в Хайфе то это будет 14 смотря где ты находишься это не то есть да верно это не не зависит от времени как все праздники это зависит от места это тоже женское женское проявление называется она женщина также называется местом а не временем и и поэтому мы 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 говорим о том что Пурим в будущем не будет никогда отменен и это является самым главным праздником почему он самый главный именно поэтому потому что он подчеркивает совершенство а не совершенствование так почему же мы его не чувствуем как мы спросили в начале этого урока ответ ответ сейчас простой потому что это скрытость всевышний это скрыл от нас чтобы мы на него не полагались чтобы мы продолжали работать чтобы мы но хотя бы но раз в году это об этом нужно сказать во весь голос об этом нужно сказать однозначно то есть раз в году мы должны это помнить а потом когда вас спросят вот а как же тут вас сын спросят ты же вчера говорил папа что не важно делаю я заповеди не делаю хороший я мальчик плохой мальчик главное что я твой сын где же ты почему ты сегодня этого не говоришь ты должен сказать да я вчера был пьяный это же был в этом это тебе это сказал но ты сейчас иди делай понимаете то есть это мы говорим об этом но тогда когда мы немножко не в себе поэтому именно в Пурим напиваются чтобы сбить мужское начало сбить эту идею твоего разума чтобы твой разум не был самым главным в тебе то есть напиваются не для того чтобы там как часто бывают в других странах когда люди напиваются начинают бить морду здесь начинает в Израиле начинает целоваться это начинает когда становятся пьяными то здесь вот друзья там то 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 все а это почему потому что мы действительно этот разум нас разделяет друг от друга а когда нет разума тогда мы все понимаем что мы на самом деле являемся одним целым и вот это и вот это идея пулема и поэтому он никогда не будет отменен и это самая главная мысль но все сохраняйте это в секрете и никому об этом ничего не рассказывайте то остановимся здесь